Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня мы начинаем нашу зимнюю серию роликов, которые будут записаны в садовом центре Европлант, которые сейчас временно не функционируют, но мы будем использовать его как студию для интервью с нашими любимыми многочисленными экспертами. Появятся еще и новые. Ну, тем у нас наболело за лето очень много. Есть о чем поговорить долгими зимними вечерами. Погода располагает, на улице морозы, снег. Ледяной дождь сегодня пошел. В общем, все казни египетские в том числе. Поэтому сегодня мы решили начать наши разговоры с беседы с Виктором Тропченко про зимостойкость и морозостойкость. Здравствуй, Витя. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Морозостойкость и зимостойкость – это два фактора, от которых зависит то, как будут переносить самый тяжелый период своей жизни, сезонный период своей жизни, наши любимые растения. Очень часто, значит, смотрите, их надо разделять. Нужно разделить морозостойкость и зимостойкость. Это разные понятия, потому что морозостойкость – это то, какую минимальную температуру может вынести растение, а зимостойкость – то, как растение справится с неблагоприятными условиями зимнего периода. И эти вещи нельзя путать. С одной стороны, морозостойкость. От морозостойкости зависит то, вообще переживет ли растение зима в нашем, в общем-то, суровом климате. Но зимостойкость – это вещь, которая весна покажет, которая, в общем-то, проявится весной, и весной мы увидим, как оно это перенесло. Тут есть масса нюансов, которые нужно понимать. Для базового какого-то знакомства с тем, сумеет ли данное растение жить в данном климате, нужно просто посмотреть, оценить его морозостойкость. Самый распространенный показатель – это зона морозостойкости USDA, Американского министерства сельского хозяйства, который везде используется. И, в принципе, самый простой способ узнать о том, будет ли расти эта пальма в вашем заснеженном городе, это просто посмотреть, к какой зоне морозостойкости она относится. Понятно, что пальму, скорее всего, жить не будет, за редким исключением. Да, но есть ли такая же примерно таблица зимостойкости? То есть, нам же нужно учитывать оба фактора. Зимостойкостью сложнее, потому что растения, во-первых, набирают зимостойкость в течение жизни. Если мы говорим, скажем, о кустарниках, деревьях, очень многие виды и сорта могут первые годы обмерзать, сильно страдать. Со временем они перестают это делать. Зимостойкость зависит от того, какая зима. Потому что растение входит в зиму, оно ее переносит в том или ином виде, потому что, хоть и считается, что оно, условно говоря, заморожено, но какие-то физиологические процессы все равно идут. И как это из зимы выходит? Наверное, надо остановиться на том, какие все-таки зоны морозостойкости в Санкт-Петербурге и области на северо-западе России. Считается, что у нас от третьей зоны до пятой, возможно, в центре города, в самых теплых дворах, это шестая зона. Но это много достаточно, большой такой люк. Да, третья – это восток области, где действительно видно, что заморозки и морозы намного сильнее. А четвертая зона – это все-таки окрестности Петербурга, Карельский перешейк. Я думаю, что пятая зона – это побережье Финского залива, более гарантированно. То есть, это особенно ближе к Выборгу, как ни странно, потому что в сторону Выборга и в сторону Соснового Бора и Кингисеппа. Слушай, ну это получается от Южной тайги до Средней полосы, можно сказать, да? В Средней полосе. В отдельно взятой Ленобласти. Сильные размеры Ленобласти, мягко говоря, превышают размеры, в общем-то, средней европейской страны. Если посмотреть на площадь Ленинградской области, она очень большая. Если посмотреть на ее расстояние от севера на юг, запада на восток, это сотни километров. Считай, 400 километров севера на юг, и, наверное, возможно, до 500-600 километров с запада на восток. То есть, то, что можно посадить под Амгой, возможно, не стоит сажать под Приозерском, например. Да, но это, возможно, и по другой причине. Это немножко другая история. Мы сейчас говорим о зиме. Мы еще должны вспомнить о длине безморозного периода. Нет, в контексте зимостойкости то, что, возможно, под Приозерском перезимует лучше, чем под Амгой, потому что под Приозерском будет более стабильный снежный покров. Это чуть-чуть другой фактор. Вот мы, наверное, можем рассмотреть то, что влияет на зимостойкость конкретного растения. Значит, растение готовится к зимовке. Оно заканчивает вегетацию в конце лета. Если, скажем, заморозок случится, допустим, 25 августа, то для большинства растений это будет очень большим стрессом, и это очень сильно повлияет на них. А если те же деревья и кустарники, допустим, получат этот заморозок в середине ноября, то они его практически не заметят. Вот так вот. А если они его получат в середине мая, когда у них начнется пробуждаться почка, они тоже сильно пострадают. Растение, если угодно, набирает зимостойкость не только в течение своей жизни, но и в течение года. То есть к зиме растение готовится. В любом случае растение умеренной зоны, у которых есть период покоя, в первую очередь связанный с низкими зимними температурами, к этому готовится. Они накапливают сахара, они накапливают питательные вещества, они практически убирают, если мы говорим о деревьях и кустарниках, воду из ветвей. То есть фактически клеточный сок становится намного более плотным, намного более густым. Ну это такая самоконсервация растений. Да, 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 да. То есть получается, что там большая календарная цитрация сахаров, за счет чего растения, клетки не повреждаются даже при низких температурах. Потому что если там много воды, они просто при замерзании повреждаются. Ну вот скажи, вот конкретно, когда мы покупаем, давай, конечно, не будем рассматривать пальму все-таки, да. Давай рассмотрим что-то более популярное. Ну, к примеру, тую. Например, мы покупаем тую. Вот мы посмотрели, там туя западная. У нее вот возможность ее посадить достаточно обширно. То есть от третьей до шестой зоны туя западная, она как бы везде хороша. Я бы сказал, от третьей до пятой, шестая зона, это скорее маленький дворик где-нибудь на задворках Невского проспекта. Не, ну я к тому, что... Окруженный со всех сторон домами, где просто тепло. Ну туя от этого хуже-то не будет. Да, да. Я к тому, что... Ладно, мы узнали про зимостойкость, мы узнали про морозостойкость. Мы можем сказать и других туей. О том, что у туи есть несколько видов. Есть туя западная, которая в принципе самая устойчивая в нашем климате вид. Есть туя складчатая, которая с некоторыми оговорками тоже устойчивая. А есть туя восточная, которая не будет зимовать, точнее, не будет зимовать, но до первой сибирской зимы. Холодной зимы. В этом году, кстати, у нас получилась... Ну, зима не сибирская, но у нас предзимье достигало минус 27 градусов в окрестностях, а на востоке области минус 31 градус. В принципе, для нашего региона это температура... Для начала зимы это очень холодно. Но я все-таки думаю, что поскольку это состоялось не в ноябре, а все-таки уже в декабре, растения как-то лучше подготовились. И я все-таки надеюсь, что это не повлияет на их зимовку, большинство устойчивых видов. Потому что, конечно, если мы говорим об экзотах, там совершенно другая история. И, конечно, о них, наверное, даже говорить в плане зимостойкости довольно сложно, потому что это, в общем-то, всегда лотерея. И их лучше укрывать. Вот. Поэтому, возвращаясь к зимостойкости, вот у нас растение потихоньку накапливает сахара в своих побегах. Наступает зима, наступают первые слабые морозы, опадают последние листья деревьев и кустарников, начинается понижение температуры. И здесь растение потихоньку достаточно хорошо адаптировано. Оно может переносить это понижение температуры, если зима наступила и уже температура не повышается. То есть, так называемые безоттепели. Они, как правило, проходят зиму лучше, если случилась оттепель, особенно если это январь, февраль, а потом снова ударили сильные морозы. То есть, критический момент это именно зимние оттепели. Точнее, даже не сами зимние оттепели, а морозы, которые... Перепады температур. Да, даже не перепады температур. Перепад температуры около нуля не страшен. Вот если у нас там была история, когда, по-моему, это был конец 2015 года, до начала января до плюс 10, а потом в январе без снега до минус 28, и только изморозь была. И тогда погибали спиреи. Ну, не погибали, они вымерзали, условно говоря. То есть, вся наземная часть многих кустарников погибла. Я так понимаю, что все сложно, что нужно учитывать огромное количество факторов. Если по зимостойкости мы можем просто посмотреть таблицу, то нет такой таблицы по зимостойкости. Конечно. Потому что каждая зима разная. Да, каждую зиму разная, погоду. Каждая зима разная, да. И довольно большие исследования по зимостойкости были проведены именно на плодовых деревьях. В частности, Виктор Валерьянович Кичина исследовал яблони, отбирал сорта яблони в связи с этим. У него довольно много материалов, можно посмотреть, в том числе и в интернете. Действительно интересно посмотреть описание, как разные сорта себя ведут по разному в том или ином регионе. Потому что климатические особенности каждого региона, они все-таки разные. То, что, например, хорошо будет расти в Петербурге и окрестностях, будет уже плохо расти в Москве и окрестностях. В том числе из-за того, что разный характер зимы, разный характер перепадов. Например, я знаю, что у нас крайне редко бывает, чтобы температура за 12 часов опустилась на 20 градусов с нуля до минус 20. Слава Богу. Да. Как правило, у нас это занимает сутки или больше. И тогда в какой-то степени растения успевают к этому подготовиться. А в Москве история, как за сутки, за полдня на 20 градусов, они я периодически слышат. Вот. И что здесь можно подчеркнуть главное? Если вы выбираете плодовые деревья и кустарники, конечно, отдавайте предпочтение районированным сортам. Потому что для вашего районированного в вашем регионе сортам. Потому что это позволит избежать неприятных сюрпризов после какой-то аномальной зимы, которые неизбежно будут. В принципе, у нас сейчас каждая вторая зима уже аномальная. Вот даже если рассмотреть минувшие две зимы, скажем, зима 20-21 года была холодная, морозная, снежная. Зима 19-20 года была теплая. В феврале в ботаническом саду цвели морозники. Температура в феврале была плюс 8 градусов. Причем достаточно долгий промежуток времени. И это совершенно не характерно для нас. Это характерно, например, для Нью-Йорка, но не для Петербурга. А эта зима, когда у нас она только началась, и мы уже получили волну холода, которая постепенно переходит в оттепель. То есть было минус 27, теперь у нас уже минус 5. И нам обещают маленький плюс. И как это скажется на том, что мы увидим весной, я не знаю. То есть, в принципе, когда мы выбираем растения, то на самом деле мы во многом покупаем даже кота в мешке. Если с той мы можем разобраться, то и западная нам подходит, то и восточная нет. То яблоня, ну как бы один вид, отличаются сорта. И районированная она или нет, мне кажется, даже питомник, садовый центр могут не владеть этой информацией. Нет, эта информация есть. И просто здесь нужно смотреть, что покупаешь. Если мы говорим о том, что материал соответствует этикетке, то это все можно достаточно легко найти, эту информацию. Если, конечно, пересорт, то здесь абсолютно любая лотерея. Но это действительно очень интересные моменты. И действительно, это всегда надо понимать, что когда вы имеете дело с живыми существами, это всегда какие-то вероятности. Можно сказать, что каждый садовод имеет собственное кладбище, не только каждый доктор. Да, да, но очень многие, ты понимаешь, думают, что это такое пасконное наше дерево яблоня. Все думают, что это не выходится откуда-то из теплой Средней Азии, насколько я помню, яблоня-то к нам пришла, а уже вот как бы наша русская, как березка. Понимаешь? Есть религиозные сорта, есть так называемые народные сорта, которые годами выращивались, и они действительно достаточно устойчивы. Есть современные сорта, которые адаптируются, есть селекция, которая этим занимается. Но по большому счету, да, нужно это понимать, что все-таки гарантии никто не даст. И ситуации, когда после какой-то аномальной зимы вырубаются даже плодовые промышленные сады, они существуют. Но в нашей ситуации, возвращаясь к нашей зимостойкости и морозостойкости, нужно смотреть морозостойкость, если вы выбираете новое растение, перед тем, как вы его сажаете. Это просто, да. Это относительно просто. Взял, посмотрел по табличке. Ну, а дальше надо просто собрать информацию, но надо понимать, что зимостойкость – это все-таки разный фактор. И если у вас растение переносит минус 35, это не значит, что он у вас переживет зиму, где будет минус 25. Он может выпейти. Вообще, неблагоприятные факторы для зимовки, их, в принципе, целая серия. Кроме повреждения морозом, о котором мы сейчас говорили, возможно, еще зимнее сушение. Это когда сильно светит солнце и высушивает надземные ткани растений, а ветра, соответственно, тоже способствует этому. Выпривание, когда растение оказывается под ледяной коркой и задыхается фактически, потому что это тоже ситуация довольно распространенная. Кстати, в этом году, возможно, мы такой вариант получим, потому что у нас снег лег на теплую землю, она была не замерзшая, его выспало 30-50 сантиметров. Да, сверху его чуть-чуть приморозили 25-градусным морозом, но внизу, скорее всего, он был, может быть, даже земля, может быть, не замерзшая. А сейчас ледяной дождь, все это покроется глазурью, и мы получим, что получим. Еще один фактор – это вымокание, когда, опять же, из-за того, что теплая земля, снег снизу подтаивает, и растения, растущие, особенно на ровном месте, оказываются плавающими в воде и находятся в этой воде какое-то долгое время. Почему, например, в Петербурге рекомендуют сажать деревья чуть выше, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы, чтобы, по крайней мере, вот в этом самом нежном месте дерева вода не застаивалась. Еще один вариант – это выпирание. Когда, как правило, это бывает, когда мало снега, и из-за расширения может просто выпереть растения. Свежепосаженные растения, которые сажались осенью, не успели окорениться в контейнерах, их действительно иногда выпирают. Ты весной приходишь, видишь, что это торчит. И если, например, там не было снега, а было минус 30, не факт, что она перезимует. Отдельно идут повреждения от ледяной корки, потому что ледяная корка, подходящая к стволам, к ветвям деревьев и кустарников, может просто обдирать их, повреждать. Уплотняющийся, оседающий снег может обдирать кору, может ломать ветки. Мы это весной видим в местах, где снег складировался. Если там кустарники, если там деревья, то почти всегда это будет поломано. И это все, в общем-то, явления, которые непосредственно не относятся к зимостойкости, но влияют на то, как растение перенесет зиму. Это мы еще не затронули весну, когда у нас вылезает солнышко и начинает пригревать тую, если она свежепосажена, если там маленький объем корневой системы, если солнышко пригревает, а на улице сильный мороз при этом. Мы получаем ожоги. Об этом вспомним в феврале, сейчас декабрь. И хотелось бы, чтобы мы с тобой сняли отдельный ролик, где мы бы рассказали все практические советы, как мы можем нашим растениям, любимым, помочь на опережительную вот такие тяжелые заморозки, потом оттепели, все эти ледяные корки. Потому что, как правило, наши садоводы в основном заботятся о том, чтобы укрыть какие-то очень капризные растения типа роз, которые, если не укроешь, с ними будет все плохо. Они как минимум не будут свистеть, а как максимум могут и совсем перестать жить. Но, я так понимаю, что укрывать стоит не только розы. И, может быть, некоторые из нас сейчас готовы взять в руки лопаты и как-то в саду начать какие-то профилактические работы. Я не знаю. Или, может быть, об этом надо было сделать раньше. После вот такого предзимья, когда было минус 20. 5-27 уже, наверное, поздно. Ты нам выдашь ряд профилактических советов, которые уже поздно, но, может, пригодятся на следующий год. И именно то, что мы, в принципе, можем сделать, может быть, уже и сейчас. Учитывая вот... Профилактический совет, если вы не готовы заниматься осенними укрытиями и весенними раскрытиями, не сажать то, что будет их требовать. Это самое разумное сажать и то, что растет. Поэтому какое время, что можно сказать? Посадка не слишком поздно зимой или осенью. Ведь давай запишем об этом отдельный ролик, который у нас будет посвящен исключительно укрытиям растений и о том, чтобы они повысить их вот эту вот не морозостойкость, а именно зимостойкость. Какие меры может принять садовод, чтобы позаботиться... Да, мы еще забыли про укрытие сказать, да. Да. Смотрите у нас следующий ролик, на который мы запишем с Виктором, в котором вот практические советы. И очень-очень мало воды. На этом все. Мы с вами прощаемся. С вами был канал Европлант Лайф Андрей Смирнов и Виктор Тропченко. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»